здравствуйте можете как-нибудь себе представить как вы захотите меня зовут кира данного тебя преподаю им цеха также у меня своя онлайн-школа и там я обучаю детей и взрослых а что за онлайн школа чем она отличается от всех остальных ну я называла так смешно true art school из серии того что это типа правильная художественная школа потому что их особенно в онлайн пространстве очень много и в основном это довольно стыдно моя цель была создать пространство в котором будет профессиональное образование смотря на то что это онлайн вы знаете что за проект тина но мне рассказали ваши друзья можете рассказать двух словах ну я так поняла что вы хотите продавать учебные работы учеников м цеха для того чтобы инвестировать молодых художников и развивать искусство вообще ну то есть и заодно помочь им стать известными с самого начала чем-то и как вам эта идея ну я обсуждал с другими педагогами уже сам себе идея как бы прикольная но надо быть аккуратным потому что на самом деле как бы ученичество это на то и как бы такой важный процесс в жизни и художника и кого угодно поэтому спешить никуда не надо сама по себе идея хорошая но важно чтобы это было осознанно и чтобы дети понимали что это совсем не значит что дальше учиться ничему не надо как по вашему стоит ли обучать людей еще в раннем возрасте когда они учатся рисовать учиться также и продавать их работы я думаю что сам процесс продавать это не роль все-таки художника это роль менеджера по продаже но важный момент то что ученик или дальнейший художник должен понимать что его работы должны быть интересны зрителю и должны продаваться да то есть как бы несомненно это тоже часть профессии другое дело что это не есть как бы главное и я не думаю что сам художник должен ходить и продавать свои работы наверное в идеале это должен делать все таки его менеджер но это светлым будущем то есть художник по вашему должен рассчитывать на аудиторию ну скажем так он ничего не должен вообще но если он если у него есть цель такая выйти в свет то конечно ему придется это условия за как бы условия задачи существования но изначально как бы сам по себе он не должен ничего это зависит от того как как он видит перспективы развития своего но художник без зрителя не существует в любом случае но зрители до не всегда покупатель так если расценивать тинарт как помощь со стороны со стороны менеджеров художникам то это полезное и нужное художникам вещь да я думаю что да но надо просто чтобы дети продавая свои работы понимали опять же что это не предел и главное что это не единственная цель их образование не в этом заключается профессия все таки художник конечно же вы уже выпустились и с высоты своего опыта дать просто советы вспомнив какими вы были тогда в школе советы учащимся или советы проекта нам проекта мы представляем проект сейчас подругу постараться помогать учащимся увидеть что они востребованы что они нужны чтобы они не чувствовали себя одинокими ненужными никому художниками как сейчас модно говорить и сделать профессию художник более скажем так популярной и востребованы это как раз мне кажется в силе таких проектов то есть мы видим менеджерскую составляющую это искусство она станет популярнее востребований не то что менеджерскую составляющую если вы покажете учащимся поможете им осознать их востребованность то что это и так есть не вы делать востребованным а вы помогаете мне осознать это как бы и конечно заодно чем больше народу узнает про это тем более востребованным будет наша профессия конечно и это как раз ваших силах я думаю Продолжение следует...